Делал я тут крутилку для образца и решил попробовать драйвер шаговика от TriNavic Он прекрасен, но обнаружил интересную проблему. Я увеличиваю скорость, начинается вибрация и потом срыв При этом если крутануть быстрее, то он на самом деле может быстрее Причем намного быстрее И мне стало интересно, с чем же это связано? То есть, по-моему, со стандартными драйверами Allegro такой проблемы вроде бы не было Нашел жертву DSH-2005 Клевый движок Так, тут черт голову сломит Сток контактов Так, ну я вроде бы разобрался Здесь четыре независимые обмотки Первая буква на обозначении это номер обмотки Вторая буква это полярность A и B это две обмотки сдвинутые на 90 градусов по фазе А V и G это повтор То есть, по-моему, вот A и V это одно и то же И B и G это одно и то же И если я их соединю параллельно и почему-то перепутав полярность Двигатель не сопротивляется Если я соединю параллельно с одинаковой полярностью Двигатель сопротивляется То есть, я закоротил В общем, я не знаю, почему полярность у этих двух обмоток обозначена разными буковками И у этих тоже Ну, ладно Как есть, так есть Ну и вот я тут напаял тестовый драйвер Это питание Тут будет 24 вольта Это TMC 2209 в режиме стелс-чоп Это Allegro A4988, по-моему И ардуинка Ардуинка питается 7805 И скорость шаговика регулируется потенциометром Та же самая прошивка, что я тогда показывал Включим, посмотрим Поехали Вот оно крутится Ну, в общем, довольно до большой скорости разгоняется Теперь давайте попробуем С драйвером TMC Включаем Абсолютно бесшумно стал вращаться Увеличиваем скорость Так, и тут двигатель что-то запрыгал И остановился То есть вот где-то вот С этой скорости Начинается резонанс Давайте переключим обратно на Allegro Где Все вроде бы нормально Вот включаю Не трогал скорость Та же самая Вот, Allegro Без проблем работает И можно увеличивать дальше Ну, тут уже срывается Но это уже практически предел Очень мне интересно В чем же дело Давайте разбираться Абсолютно Ух ты Ого Класс Итак Драйвер Allegro Минимальную скорость Разрешение 1.8 микрошага Видно, что у Allegro Движение двигателя Не очень равномерное И каждый толчок Это микрошаг Его слышно Почти все слышно Давайте разгонять Идеально все отрабатывает Ну, тут немножко погромче работает Но в целом Тут немножко погромче Я такое впечатление, что Нет, это резонанс двигателя небольшой В целом никаких проблем Ну-ка, остановить я его смогу Нет, я не могу остановить А на большой скорости На этой не могу А на максимальной Легко Еле-еле держится На максимальной скорости Теперь давайте переключимся На драйвер TMC Снова минимальная скорость Смотрим Очень гладкое движение Я не вижу микрошагов Вообще И никакой неравномерности Тоже нет Великолепный драйвер Давайте увеличивать скорость Вот началась вибрация Вибрация исчезла Снова началась Чувствуется такой Интересный гистерезис То есть вот И перед началом Какой-то гул начинается А потом раз И началась вибрация Интересно, что Кажется, что есть Какой-то тут Странный эффект Но глазом я этого не вижу Это, к сожалению Стробоскопический эффект Самой камеры В общем, есть гистерезис Скорость То есть Скорость я увеличиваю И колебания резко начинаются А потом я чуть-чуть уменьшаю Они еще остаются Потом я еще чуть-чуть уменьшаю И колебания исчезают Теперь давайте попробуем Разогнать его быстрее Вот сорвалось 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 Не может разогнаться А если резко Может Я могу тоже вывести Его на максимальную скорость И он, в общем-то Нормально работает Остановить его было Тоже очень легко Ну, та же самая скорость Давайте попробуем Теперь пощупать Этот резонанс С другой стороны Попробуем С большой скоростью Подойти к нему Как только до резонанса Дошел Сразу сорвался И вот эта скорость Вот возле резонанса Но чуть выше него Не могу остановить Очень сильно крутит О А это он сорвался Интересно Тут какой-то как будто Ой Опять сорвался В общем Тоже такой эффект То есть Типа он доходит До резонанса И резонанс Это просто Такое впечатление Что это какие-то Автоколебания Это не похоже На чистый резонанс Потому что Ну, видно же Что драйвер TMC Крутит гораздо ровнее Следовательно Любое возбуждение Резонанса Оно должно быть меньше Ну Хм Или может все-таки Это драйвер дурной Хм А давайте сделаем свой Дай в топку этот драйвер Отныне будет Вот это А это у нас Аудиофильский драйвер Здесь от DAO 1701 Его 4 канала Подключены к усилителю ТПА 3255 Подключены Без конденсаторов Для того Чтобы можно было Гонять постоянные токи Чтобы можно было Управлять двигателем На очень низких скоростях И здесь подключается Шаговый двигатель Значит Тут меня поджидал сюрприз Когда я все это собирал У ТПА 3255 Есть несколько режимов Он состоит Из 4 полумостов И есть режим В которых Эти 4 полумоста Независимы То есть Типа 4 канала А есть режим Когда он 2 БТЛа То есть 2 полумоста Используются на 1 канал 2 полумоста Используются на другой канал И я думал Что Входы Соответственно Будут Дифференциальные Что То что тут Постоянные составляющие У них на входе Не совпадают Ну как бы Пофигу Оказалось что Нифига Оказалось что Эти 4 полумоста Все равно работают Как независимые 4 полумоста Зачем В таком случае Переключение Этих режимов Вообще В микросхеме Предусмотрено Я не понял Ну да ладно В общем Проблему я решил Развязав земли Через конденсатор Вот он Конденсатор Это очень Плохое решение Так нельзя делать Но так как Мне лень было Изобретать Что то другое Будем жить так И по этой причине Адау Придется питать От аккумулятора Ну что Включим Посмотрим Те же самые 24 вольта У меня Крутилка скорости Крутилка Тока покоя Ток покоя Настраивал На 450 мА Скорость Минимальная Смотрим Великолепно Тоже очень гладко Прямо как ТМС Ну давайте Увеличивать скорость Будет резонанс Или не будет Резонанса Что то Где то Вибрирует Так противно О Точно такая же Фигня Увеличиваю скорость Резко Начинаются Колебания Уменьшаю скорость Точно так же Они вдруг Резко пропадают С гистерезисом Клиппинг Загорается Напряжения Не хватает А давайте Подкинем Теперь нет Клиппинга А колебания Все равно Есть Точно То же самое Значит Не в этом Пройти И если Подойти С высокой Скорости К этому Резонансу Тоже Резкий Срыв Все То же Самое Так Значит Спасаем Он еще Пригодится Значит Дело Вовсе Не в том Что Это дурной Драйвер Дело В чем Другом Если Почитать Даташит Драйвер ТМС В режиме Столчоп Он отличается От обычных Драйверов Тем Что это Источник Напряжения То есть Драйвер Allegro Это источник Тока Он работает Примерно так У него Есть там Два ЦАПа Один выдает Синус Другой Косинус И Микросхема В каждой обмотке Подает напряжение Питание Ждет пока Ток достигнет Того Как командует ЦАП И вырубается Закорачивает Обмотки Ждет пока Ток упадет Ну там Это так Я немножко упростил Но в целом Идея в том Что она стабилизирует Ток Независимо от того Что происходит В двигателе И ток в обмотках Должен иметь В одной обмотке Синус В другой Обмотке Косинус Ну и соответственно Двигатель крутится Драйвер ТМС Он более хитрый И он Вместо того Чтобы подать Вместо того Что с фиксированным Заполнением И это заполнение Чисто вот Командуется Тоже синусом И косинусом Так как Он хитро изменяет Чтобы ток Более-менее Был одинаковый Но Ток сам по себе Он не мониторит То есть он является Источником напряжения Это источник тока Это источник напряжения Это источник напряжения Источник тока Не осциллирует Двигатель Источник напряжения Осциллирует Двигатель Источник напряжения Осциллирует Двигатель Хм Наверное в этом дело Но стойте С динамиком Это все наоборот Если мы динамик Подключим К источнику тока У него будет Адский резонанс Чудовищный Он будет Бубнеть А если его Подключить К источнику напряжения то если у него хороший мощный мотор, то он не будет резонировать, потому что электрическое демпфирование. И тут тоже. Но почему у нас двигатель резонирует наоборот? Это как вообще? Ну, давайте изучим хоть как этот резонанс с электрической точки зрения выглядит. Я фиксирую двигатель в одном положении током 450 мА, подаю его в обмотку А. А к обмотке Б я подключил импедансометр, который обычно я использую для характеризации динамиков. Давайте мерить. Так, ну вот, я наконец-то сделал все калибровки, поехали. Будет видно колебания, интересно. Нет, не было. Это хорошо, что не было. Вот такую картину мы имеем. Хм. Тут какая-то фигня. Может это из-за стола или из-за... Кстати, это может быть из-за этой фигни, вот из-за стрелочки. Ну-ка, уберем стрелочку. Да ладно, держаловаться, и так все хорошо. Нет, это не из-за стрелочки. Стрелочка что-нибудь поменяла? О, кстати, поменяла. Импеданс растет. Здесь мы имеем резонанс, потом мы имеем провал. А потом имеем равномерный рост. То есть этот равномерный рост, понятное дело, индуктивность. А вот что за провал, так мне сходу не ясно. Надо подумать. Так, давайте еще снимем при 100 милиамперах. По идее, резонансная частота должна снизиться. Потому что жесткость удержания уменьшается. О, поменялось. Смотрите. Частота реально снизилась, резонанс. Все-таки здесь что-то происходит. Может быть это из-за того, что он... Наскотчили же. Давайте попробуем вот так померить еще. О, да. Интересно. Это именно из-за него. Шаговый двигатель, сферический в вакууме. Красота. На какой частоте резонанс? Где-то тут примерно. 178. Так, делаем другой ток. О, 100 мА. 100 мА. Резонанс. 117. Теперь максимально допустимый. 2 А. Частота повыше получилась. Сколько тут? Где-то 239. Да, кстати, интересно, что при токе 2 А. Индуктивность заметно просела. Наверное, потому что сердечник поднасытился. Не знаю точно, в чем дело. Импедансная кривая этого шаговика вполне неплохо описывается моделью динамика. На удивление. Просто параметры немножко нестандартные, поэтому я ее немножко не распознал сначала. Модель простая. Последовательно включены постоянное сопротивление обмотки и индуктивность обмотки. И вот эта вот конструкция, это эквивалент механического вот этого осциллятора. Я сделал фит под эту модель. Совпадение не идеальное. Во-первых, тут с наклоном с индуктивностью что-то не так. Я не знаю, может это связано с тем, что у шаговика слишком толстые пластины сердечника. Типа токи фуко возникают. Может быть это как-то связано со свойствами ротора. Потому что там магнитное поле течет, в частности, поперек пластин. Ну, в общем, в целом вот такая картина. Мы видим вот что. Что волновое сопротивление вот этого вот колебательного контура порядка 10 Ом. В то время как импеданс катушки в этом месте уже больше 10 Ом. Чтобы полностью заэдемпфировать этот вот контур, нам нужно подключить к нему параллельно сопротивление величиной 10,3 Ом. Или меньше. Из-за того, что у нас здесь стоит дроссель, который уже больше 10 Ом. Мы не можем полностью задемпфировать. Мы можем его частично задемпфировать. Но, тем не менее, закорачивание двигателя должно сильно его поддемпфировать. Тут трудно сказать, какая добротность получится в результате. То есть добротность считается по вот такой формуле. Где Ро – это вот это самое 10,3 Ома. И из-за того, что этот резистор спрятан за индуктивностью, не совсем понятно. Тут как бы определение добротности немножко уже хромать начинает. Ну, оценить можно примерно как, наверное, добротность будет порядка двух. А в случае… То есть в случае, если мы подключаем сюда драйвер, который является источником напряжения, добротность – порядка двух. Если мы подключаем сюда драйвер как источник тока, то есть аллегровский, добротность – порядка 14. То есть все равно получается, что с драйвером, который источник напряжения, должно быть меньше эффекта резонанса. А получается, что больше. Как это так вообще? Вооружившись этим графиком, давайте снова прогоним скорости. Увеличиваю частоту. Сейчас частота 51 Гц. Пока нет никаких резонанса. Так, вот какой-то легкий резонанс возник. Частота 172 Гц. Сравниваем. 173, 172. Ммм, близко. Но это такой слабенький очень резонанс. Это пока еще не тот. Так, резонанс. Вот. Вот началось это колебание. Частота 204. Здесь 173, здесь 204. То есть это происходит при несколько большей частоте. Давайте дальше поднимать. Срыв при частоте 312. Теперь давайте с другой стороны подойдем. Не хочет запускаться. Что-то он вообще постоянно теперь. Он не хочет работать на высокой скорости. Вообще. То есть вот пока я его демпфирую рукой. Вот, пожалуйста, работает. Отпускаю. Оп. Срыв. Вот, держу жестко. Крутится. Отпустил. Сорвалось. Давайте с поддемпфированным рукой просто посмотрим, на какой частоте сверху начнутся колебания. Вот, начались. 588 герц. И все. Дальше срыв. Хм. В чем же дело? Так, поправочка. Если у нас здесь короткое замыкание, то, если мы забудем про этот резистор, получается, что вот этот дроссель и этот дроссель подключены параллельно. То есть резонансная частота этого колебательного контура поедет. Если ее посчитать, пренебрегая резистором, получается 230 герц. Учитывая, что этот резистор все-таки есть, наверное, она будет где-то между 173 герца и 230. Ну и как раз получилось, что у нас начинается жужжание двигателя на частоте 204. То есть это где-то, да, посерединке между ними. Но со стороны высокой скорости частота там 900 герц была. И он все равно начинал жужжать и срываться. То есть так вроде частоты более-менее совпадают, но... А с другой стороны не совпадают. То есть что-то здесь все равно не складывается. Итак, у меня появилась одна интересная версия. Давайте для начала забудем о том, что у этого двигателя 50 циклов наоборот. И допустим, что это очень простой двигатель. Вот это магнит. У него две катушки. Одна катушка подключена к каналу А, другая к каналу Б. И когда на эту катушку, скажем, подается одна полярность, она ставит магнит в это положение. Если подать противоположную полярность, она ставит магнит в это положение. И с этой тоже самое. Одна полярность в это положение, другая полярность в это положение. Давайте посмотрим, как эта штука себя вообще ведет Когда частота вращения двигателя и частота колебаний его относительно нужного положения совпадают Итак, представьте себе, что у нас резонансная частота двигателя 1 Гц И крутится он тоже с частотой 1 Гц, 1 оборот в секунду Давайте мы включим колебания относительно этого вращения Сейчас он вращается равномерно Теперь мы включим колебания То есть он будет колебаться относительно положения этого равномерного вращения То есть если я останавливаю равномерное вращение и включу только колебания Это колебания с частотой 1 Гц Теперь мы их складываем друг с дружкой И получается интересная картина Что двигатель проводит много времени в одном положении То есть, если это магнит, то он будет наводить магнитное поле в эту обмотку Теперь еще одно такое грубое очень предположение Что постоянное времени вот этого вот L и R Которые вот сопротивление обмотки и индуктивность обмотки Допустим, что постоянное времени у них чрезвычайно огромное То есть, намного больше частоты резонанса Ну, допустим, она 100 секунд То есть, за первый оборот Если что-то заставило двигатель вот так немножко колебаться За первый оборот он ничего не сделает Но так как эта катушка чаще видит этот магнит в положении вот в этом, чем в положении наоборот Получится, что потихоньку это магнитное поле будет пролезать через катушку И постоянно подмагничивать этот полюс В результате эта катушка будет притягивать ротор в этом положении И усиливать эти колебания Это возникает при совпадении частоты вращения двигателя Ну, или частоты периодов управления С частотой резонанса Однако Это может еще происходить, если частота вращения в два раза больше, чем частота резонанса То есть, допустим, мы поставим частоту вращения 2 Видите, да, что то же самое происходит Сейчас у нас двигатель больше времени проводит вот в этом положении Сейчас я еще чуть-чуть увеличу амплитуду колебаний Чтобы прям совсем это стало очевидно Вот Вот Сейчас он нам будет подмагничивать вот эту обмотку То есть, получается, что на частоте вращения равна одной частоте резонанса Или удвоенной частоте резонанса Или утроенной частоте резонанса И так далее Мы можем получать такой вот самоусиливающийся эффект Это объяснение мне нравится тем, что Оно объясняет, во-первых, почему мы получаем гестерезис То есть, я увеличиваю плавно скорость вращения И у меня вдруг возникает Это жужжание Потом я чуть-чуть снижаю, снижаю И в какой-то момент оно прекращается То есть, это вот самоусиливающий процесс В какой-то момент он реально самоусиливается А до определенного момента он еще не самоусиливается И второе, что он объясняет Это то, что мы получаем резонансы На самом деле в довольно широкой полосе Частот вращения двигателя Хотя тут на самом деле не все совсем понятно Тут еще есть осложнение в том, что Когда мы сделаем скорость совсем большой То есть, я вот там экспериментировал со скоростью 900 Гц У нас падает ток Потому что напряжения у усилителя не хватает Чтобы создать нужное магнитное поле И частота этого резонанса должна как-то поменяться Не совсем понятно как То есть, что происходит с высокими скоростями вращения Я не совсем понимаю То есть, тут, наверное, надо просто докинуть еще напряжение питания И посмотреть Но на самом деле у меня вот тут уже блок питания Вот у него 32 Вольта это максимум И на скорости вращения килогерц Его все равно не хватит В общем, тут не совсем понятно Но есть одна интересная идея Если мы видим подмагничивание этого полюса, допустим То, наверное, мы его можем засечь Нужно как-то померить магнитное поле в этой катушке И у меня есть идея, как это сделать У этого шагового двигателя Есть еще дополнительные катушки Хотя катушка напрямую не рассказывает о том Какое магнитное поле через нее протекает Это можно определить, повесив на нее интегратор То есть, по закону Фарадея ЭДС, который вырабатывает катушка Равна производной от магнитного поля Если мы проинтегрируем это ЭДС Мы получим магнитное поле Правда, с интегратором есть такая засада Что он будет постоянно плыть Но, тем не менее, попробовать можно Я собрал интегратор И вот его схема Схема очень простая Это обычный интегратор на операционном усилителе Через резистор на конденсатор Обратная связь через конденсатор Еще я добавил здесь кнопочки Которые закорачивают этот конденсатор через резистор Чтобы обнулять этот интегратор в случае чего И еще вот здесь вот эта вот конструкция Т-образная Она на самом деле нужна просто для того Чтобы придавить высокочастотные компоненты Чтобы можно было подключать шаговый двигатель К этим драйверам, у которых шим-выход И чтобы этот интегратор с ума не сходил Давайте подключим моторчик Посмотрим, что будет Ну вот, я все включил Я специально подобрал компоненты интегратора Чтобы 1 вольт соответствовал магнитному полю Наводимому в сердечнике магнитом ротора Давайте 1 вольт на деление Так, зануляю интегратор Естественно, когда я зануляю интегратор На самом-то деле магнитное поле не ноль в этот момент То есть это я неправильно делаю Тогда давайте занулять интегратор, когда мы крутим мотор Во! И теперь мы смотрим магнитное поле То есть вот как меняются магнитные поля В двух обмотках По мере того, как я медленно поворачиваю двигатель Красота! И вроде даже особо не плывет Кстати, еще отдельное удовольствие Это подключить режим XY В этом случае у нас по одной координате откладывается Магнитное поле через одну обмотку По другой через другую И мы видим, как она аккуратненько выписывает кружок Красота! Синус и косинус Если я очень медленно кручу Точечка очень медленно ползет по своему кружочку Клево! Теперь давайте подключим двигатель к драйверам Посмотрим, как это все выглядит Так, драйвер Allegro Включаю Это вот та самая очень маленькая скорость Видно, что кружок стал больше То есть кроме магнитного поля от ротора Мы еще получаем магнитное поле от тока через обмотки Давайте я увеличу скорость Не очень ровный кружок стал Вот, а когда напряжения источника питания не хватает для того, чтобы поддерживать постоянный ток Начинается вот такая картина У меня, похоже, уже интегратор уплывает Поэтому не в центре Давайте я сейчас выключу Да, да, у меня интегратор прямо уплыл Я сейчас ее снова обнулю Да, на самом деле он в центре Вот Этот эффект получается из-за того, что на выходе драйвера уже практически меандр То есть вот тут начинается обрезание этого кружочка Если это вернуть в координаты времени То это треугольник такой Вместо синуса Теперь давайте на трейнэмик приключим Так, опять зануляем Что-то он опять уплыл Вот трейнэмик Кружочек Гораздо более гладкое движение Кружок поровнее, но не скажу, что прям супер ровный Вот, трейнэмик умнее У него даже на больших оборотах Формы сигналов синус и косинус Он просто снижает амплитуды Интересно, да? Ну что ж Поигрались Теперь самое время снять демпфер И посмотреть, что происходит В резонансе Снимаем И исходя из того, что я сказал в теории Я ожидаю, что кружок должен От своего центра куда-то сдвинуть просто Вот Что кружок должен поползти Либо вверх, либо вбок Давайте посмотрим, произойдет это или нет Во, ползет, 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 ползет Но это еще не тот резонанс Это такой первый, слабенький А вот это уже тот резонанс И смотрите Совершенно не такая картина Это какое-то месиво То есть что, получается Теория неправильная все-таки? Так Давайте вернем Во времени все посмотрим Да, вот видно Немножко этот синус вниз Вниз движется Вот это первый такой резонанс А тут Так, что я вижу Я вижу, что вот этот вот синус Который от драйвера идет На него наложен такой вот Приплюсован как бы второй Медленный синус Точно самое здесь И он тоже сдвинут по фазе То есть Здесь этот синус имеет минимум тут А тут этот типа косинус Имеет тут То есть есть такое впечатление Что это подмагничивание возникает Но вот этот вот вектор подмагничивания Он вращается Вращается с частотой вот этого медленного Колебания Хм А собственно А что бы ему не вращаться-то? Вообще Вполне логично Хм Круто Так Давайте быстренько переключимся на Аллегра И прогоним его без демпфера Посмотрим, что мы увидим Вау Какие кривые у него все-таки Вот потому у Аллегра и не гладкое вращение Потому что кривые у него Плохо он так и регулирует Переходим в режим XY И зануляем Уровень Так Уровень Вой Уровень Легкая Уровень Т 옆 С Ничего не видно Да, собственно, ничего и не происходит Все ровненько Теперь давайте аудиофильский драйвер подключать Так, вот аудиофильский драйвер Тот же самый кружочек Скорость у нас довольно высокая Кружочек, кстати, тоже не шик ровный Несмотря на то, что аудиофильский драйвер должен выдавать прямо очень чистые синусы-косинус И вот так выглядит резонанс Кстати, картина немножко отличается от тройнамика, что интересно Ну, не то чтобы сильно отличается Давайте войдем в режим времени Тоже посмотрим на него вот так вот Так, зануляю То же самое Медленное колебание на фоне быстрых И такой синус и косинус тоже Ну, в общем, все примерно то же самое И давайте заодно посмотрим, что бывает, когда мы скорость совсем большую делаем А вот на большой скорости Этот драйвер недостаточно умный мой И он превращается в меандр И это похоже на то, что аллегровский делает Зануляю Попробуем с более высокой частоты подойти Ну, просто сорвался сразу практически Ну, такие дела Похоже, с небольшой поправкой, но теория таки работает Пока я редактировал видео, я обратил внимание на то Как по-разному себя ведут драйвер Trinamic И мой аудиофильский драйвер Когда начинается вот этот резонанс Кружочек, когда начинается резонанс у трайнемика Он существенно уменьшается в диаметре Это как-то не совсем сходило с теорией подмагничивания То есть моя теория подмагничивания Предполагает, что диаметр кружочка должен сохраняться И он просто должен как бы вращаться вокруг центра немножко Если вектор подмагничивания вращается Соответственно, вращается кружочек И картина с аудиофильского драйвера В общем-то, в эту теорию довольно-таки неплохо подходит А картина с трайнемика не подходит И из этого я могу сделать единственный вывод Что, по-видимому, трайнемик все-таки не тупой источник напряжения Все-таки он как-то мониторит ток И как именно, я, к сожалению, не знаю Итак, резонанс шаговиков в режиме Stealth Chop На самом деле, это фундаментальный резонанс шаговых двигателей С драйверами типа источник напряжения С драйверами типа источник тока Allegra 4988 или Trinamic в режиме Spread Cycle Выраженных проблем с резонансом не наблюдается Моя теория Когда частота циклов напряжения на обмотках Достегает частоты резонанса ротора Колебания ротора вызывают подмагничивание обмоток двигателя Которое удерживается до следующего цикла колебаний Нежеланием полюс размагничиваться Из-за того, что обмотка закорочена на нулевое сопротивление драйвера Сохранившееся подмагничивание усиливает это колебание Что, в свою очередь, приводит к усилению подмагничивания Пару слов о прошивке DSP Здесь у меня регулятор тока Регулятор тока умножается на генератор синуса Генератор синуса вот тут И он управляется напряжением Ну, не напряжением, а числом Да он тем не менее называется ВСО Здесь у меня Это вот это колебание Которое для демонстрации Придел Модуляция типа Это генератор синуса Просто умножение Потому что так надо было И регулятор амплитуды Тут у меня генератор, который идет Генератор постоянки Который дает постоянную скорость Которая управляется потенциометром И тут просто я могу вручную ввести скорость И могу выбрать, что и когда Еще дальше, когда синус вырабатывается Он умножается на вот этот регулятор тока И тут есть второй канал Это типа ADS двигателя Все это надо учитывать, чтобы получился Постоянный ток через обмотки Или постоянное пиковое магнитное поле Это дифференцирующий элемент Это не дифференцирующий элемент Они складываются друг с дружкой И выход подается на ЦАПы Такая картина Я довольно долго подбирал вот все эти коэффициенты И вообще Очень сильно впечатлен, что Драйвер Тринамик каким-то образом Эти коэффициенты умудряется измерить Прямо с самого мотора Мне интересно, как они это делают Но, к сожалению, я не знаю